Начнем поговорить на дискуссию, правила очень простые, сначала 2-3 минуты каждый из участников выскажет мнение относительно того, что с Владимиром Федоровичем по тем проблемам, которые описаны в первой сессии, напомню, что называется контур и смысл геодоэпилитического раздрая, невыученные уроки 20-го века. Я уже ищу наш перевод, поэтому она уже будет в курсе, я ее буду переводить, но наша главная задача, кто что Леонид Федорович нарисовал, он сказал, что мы наше будущее, наше будущее, поэтому я предлагаю 3 минутки, буквально каждый из участников скажет, потом вопросы к ней, вопросы друг к другу и комментарии, в чем они могут участвовать, вы можете участвовать. Let's start with the issue, essentially the issue that we discussed, so if you elaborate on that, I'll translate, and then other people will catch up, and so we'll help with the discussion of the issue. About the model, you mean? The model and the issues that we discussed with you. Ну, когда я слышал о моделах, это очень интересное. И факт, что Беларусь, или люди в Беларусь, они боятся, что они не могут победить на более открытый рынок, на более открытый рынок. Я бы хотел бы обращаться, потому что открыть вашу рынок... Да, не сюда, это. То есть, лично говорю, что на интересный момент, который ей понравился, то, что мы с вами задаем вопрос, что Беларуси боятся открытой конкуренции на рынке, и если будет открытая рынка, если будет так называемый капитализм, тогда Беларусь и проиграет. Собственно, она бы хотела вот именно этой теме, этой вот проблеме постельно. Да, потому что открыть вашу рынок тоже означает инновационность, и научиться о продуктах других людей, и, возможно, кооперировать с другими людьми, чтобы приобрести даже лучше продукты. Я думаю, что это не будет негативным. То есть, говорит, что когда аргументы в том, что это не негатив, а позитив, что когда происходит открытие, происходит с новыми технологиями, новыми идеями, новыми решениями. На самом деле, для людей это действительно простая вещь, что открытие экономики, как бы, реформы, это не обязательно, не совсем не потери для людей, а скорее наоборот, новые возможности и успех. И, когда я вижу этот модель, Я думаю, что в Голландии, я думаю, в этом... Здесь? Да, может быть... Здесь? Да, здесь, да. Голландия находится где-то вот здесь, между этим квадратом и метром. Но я думаю, что вы не должны видеть это в красный и белый, потому что мы имеем маркет, и мы делаем много маркет принципов, но мы также имеем много социальных целей и социальных институтов в place. Мы имеем большинство здоровья системы, мы имеем... Для людей, которые не могут работать или не могут работать, мы имеем социальных систем, и они получаются субсидированы государством. Поэтому это не... Доги-до капитал. Да, точно. Спасибо. Дело в том, что она говорит, что... Почему Голландия именно здесь? Она не говорит, что, например, да, у нас очень многие вещи ориентируются, базируются на различных принципах, но примерно одновременно есть совершенно четкие конкретные социальные ценности установки, например, особые безработки, например, система здравоохранения, где предположительно достаточно большие существенные суммы тратят государство на такого рода проект. Поэтому, когда мы говорим, вот призывает не рассматривать модели типа black and white, черно-белая, да, а есть много решений, которые на самом деле работают в тех или иных странах. Но... И... 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 что на определенном этапе политические элиты посчитали, что они все знают и не перестали контачить и слышать людей. Люди возмутились и сказали, что это такое. Мы хотим, чтобы наш голос слышен был, мы хотим, чтобы реально была дорога в двух направлениях. И когда наступил такой кризис, появилась возможность на политическом поле меропартии популистов. Популисты – это те люди, которые, собственно, для них главные розумки, но никак не какая-то вещь. И с точки зрения личей вот этого рода, который до конца еще в европейской физике Нидерланды не прошли. Спасибо. Леонид Николаевич, Ваша точка зрения по этим вопросам? Дорогие друзья, во-первых, я занимаю более оптимистичную позицию, чем мой друг Леонид Федорович. Вот. И один из тезисов, которые он с самого начала сказал, ну, как бы там и написал, так сказать, ликвидации, так бы, всем надоук, там, гуманитарных и так далее. Наоборот, я считаю, что сегодня настало время философии системщиков. Вот почему мы возродили философское общество о Беларуси. И нам, наоборот, надо вкинуть почву в мозги тех людей, которые способны системно мыслить. Нам необходимо создавать и недаром самого рода и футурологические проекты. Надо взглянуть в будущее. Ибо прошлое, на самом деле, я согласен здесь с американцами, оно уже неинтересно. Настоящее интересно завершением проектов и созданием, и созданием проектов. А 85%, 90%, но должны быть акцентированы в будущем. Будущие поколения, будущее и настоящее образование и так далее. Поэтому наша национальная платформа бизнеса Беларуси начиналась со скепсиса, когда никто не верил, и все говорили, а это не надо. Говорили ассоциации, чиновники и так далее. Но вот мы сделали 12 платформ. Определенный коммунитивный эффект произошел в прошлом году, когда большой объем материалов вырабатывается. Можно сказать, когда вот я сейчас сдавали печать новой техплатформы, мы анализировали, а сколько пунктов платформы реализовано. Но если формально посчитать по пунктам, там 750. Но реально более 2000. Потому что 14 раз сокращены нормы. И так далее. Невыученные уроки 20 века. Невыученные уроки заключают в том, что бизнес у нас первого поколения. Страна исключительно молодая, без демократических границ. Нам необходимо не только консолидация делового общества, но и наращивать потенциал гражданского общества. civil society. То есть нет консолидации, нет единства среди видного сообщества. Те уроки, которые нужны будут? Безусловно. Говорить с властью можно только одним голосом. Причем при консолидации с гражданским обществом. Да, с организациями женщин, молодежных, спортивных сообществ. Двух типов организаций. Таким образом мы можем достичь позиции интереса большинства в необходимых преобразованиях. Чтобы быстро пройти этот путь. Второе. Чтобы это осмыслилось. Надо особый порт делать на первом месте становится образование. Причем не только то молодежное, школярство, вузовское. Ну как бывший ректор сразу говорил. Считаю это потеря времени. Самообразование. Молодежь стремится к этому. И плюс еще всех взрослых от сорока. Вот образование пятьдесят плюс третьего. Всех надо сегодня вернуть на форму самообразования. Ибо в будущем они будут несчастными людьми. Таким образом отпадет. Человек может себя реализовать. Образованные, оснащенные, молодые должны преподавать. В данном случае среднему и старшему поколению. Спасибо, Роман. В контексте этих проблем один такой реван. Считаешь ли ты, что в двадцать первом веке, когда произошла эрозия и кризис международного права. Что лекисты, то есть те люди, которые делают акцент только на некие формальные законы. Они побеждают, потому что для них решить проблему принять закон, постановление и сказать, ну да, вот мы уже все решили. То есть есть разница между реальным миром и миром законодательным. Как юрист, который практик. Интересна твоя перспектива этого вопроса. Да, ну вот по первой части международного права я как раз заканчивал международное право в свое время. И международное право это на самом деле анархокапитализм, можно сказать, в таком первозданном виде. То есть там не то чтобы есть какой-то орган, который говорит как правильно. Это как бы кто сильнее, хитрее, ловчее, имеет больший авторитет. В какой-то момент то есть правда. То есть это очень гибкая структура. И там невозможно вот ситуация там плакать, что у ООН нету пистолета или там палки. Ну это невозможно пока что на текущем этапе развития. Вряд ли будет возможно в будущем. Вот поэтому нет на международном уровне там легизма больше ничего такого не стало, что можно решить. То есть это такая очень текущая масса, абсолютно не застывшая. Или вот как, не знаю, как мы здесь собрались вот и что-то там пытаемся сделать. То есть так же и государство, вот кто-то как-то что-то пытается сделать. А на национальном уровне, да. Причем мне кажется очень интересный пример был и есть. Это вот этот доблестный наш декрет развития цифровой экономики, да. Который ну очень смешно. То есть все очень возрадовались, когда его приняли. И, наверное, вот там первые же мероприятия, которые были сделаны по нему. А все, в общем-то, ну кто был более-менее видел, как этот декрет принимался и как процесс принимал. Они сразу сказали, что самая большая проблема будет в том, что он как бы не номенклатурный. И никто не понимает из органов там условно старой формации, в принципе, никто не понимает, что это такое, о чем это. И он как бы заглохнет во всех местах, где нужно еще какие-то хоть одно телодвижение сделать. Хоть одно телодвижение, он как бы будет очень тяжело прорываться. И вот, в принципе, там, ну у нас сегодня уже июль, да. Он уже там работает три месяца вроде как, а реально он не работает. И там последние новости про XRAT, про биржи там, которые уходили от нас, показывают, что вот система, которая надеется, что можно издать один нормативный правоакт и что-то поменяется, она уже, ну, разочаровала, мне кажется, даже там самых больших оптимистов. Роман, значит, что слишком много юристов или слишком мало юристов в уровне госуправления, в системе взаимосвязи между реальным и теоретическим миром? На самом деле вообще не в юристах проблема, то есть все... Ну, то есть, нет, ну не проблема, юристы молодцы вообще, они лапочки, серьезно. У нас, на самом деле, с формальной точки зрения, там, с условно зрения, там, юридической техники, там, проработанности, глубины, еще чего-то, у нас, в принципе, с законодательной базы все окей. Ну, как бы, ну реально окей. Ну, да, я имею там... Не, ну, хозяйственное право, там, уголовное право, ну, там, трудовой кодекс, ну, наследие тяжелое, да, но... Вот, поэтому с этим все окей, проблема с, что ли, применением, там, да, с отсутствием какого-то давления, вот, вот с чем-то таким, то есть, сам массив норм, он... Законно хорошие, чиновники плохие. Скорее, вообще, посыл, да, 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 да. Ну, то есть, по сути, мое, мое, вот, любимое предложение, которое я считаю просто радикально, вот, изменит все, это абсолютно технически несложно осуществить, это просто публикация вот всех решений, абсолютно открытая публикация всего, да. То есть, сейчас это сделано для экономических судов, но там только резолютивная часть, и то, уже там интересные анализы начались, там, ГХУ взыскивает у такого. А что происходило? А когда это будет публикация всего текста, это, ну, стыдно, как бы, когда, там, у тебя наследие вроде какое-то остается, там, все же судьи как-то... Что-то самокритика среди судей... Да, 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 начнется там статья типа, смотрите, какой Ахтунг вот там вот был, не знаю, в Шарковшевском районе, там, какой-нибудь судья бы дал, то есть... Хорошо, спасибо, Владимир Владимирович. Вот, вопрос следующего характера, то есть, то, что мы тетя говорили, да? Вот, Владимир Николаевич призывал нас смотреть в будущее, да, а если посмотрим на то, что происходит в мировой мире вообще, в целом, да, то, вот, как сказал там Foreign Affairs журнал, да, у нас глобальная эпидемия, эпидемия ностальгии, или ветрадумии. В чем это заключается? Россия хочет смотреть в замечательное прошлое, царизм, православие, и так далее, и так далее. Япония, Китай, а Европейский союз, Британия на своей волне. То есть, грубо говоря, мы, в Беларуси, в 1995 году тоже решили эту вот, значит, свою местную ностальгию путем того, что мы начали восстанавливать эту систему. Согласны ты с таким, как бы, предположением, что у нас реальная проблема глобальной ностальгии, да? И, опять же, вот, вопрос, кстати, главный вопрос, вот, не выучен этот задавец. Так, Леонид Федорович, такого не говорили, конечно, на самом деле. И вообще, очень жалко, что мы его презентацию не увидели. Леонид Федорович, вы должны свою презентацию разослать нам. Потому что там было куча умных слов красивых, я половину даже помню. Значит, с того, что Ромачук сейчас спросил, я понял 30%. И хочу вам что сказать по поводу ретро... чего? Ретро-утопию. 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 Я вот что вижу, что у нас в Беларуси экспертное сообщество и активисты, и бизнес-союзов. Мы, Биккар-бизнес, как простые предприниматели, не заслуживаем таких ярких, таких красивых, таких умных экспертов и таких классных лидеров, понимаете? Это, может быть, не у нас ретро-утопия, это вы ушли очень далеко в космос, в понятии, которые до нас еще достаточно далеко. Нам бы выучить самые простые базовые уроки, значит, в частной собственности. Нам бы какие-то обычные вещи освоить, типа доверить друг другу в обществе, да? Какие-то такие простые вещи, понимаешь? Не то чтобы какие-то ретро-утопии. В Беларуси тем более, что в этом смысле просто, у нас кроме Советского опыта никакого нет. Почти никакого нет. О чем надо сказать? А помнишь, Александр Лугашенко, что сделали? Восстановить в прежние связи институты. Иначе был посыл к тому, что прошлое даст нам будущее протекание. Иван Викторович, это была немецкая экономия с 1941 по 1944 год. Что это не опыт, сколько? Когда мы спрашивали тех, кто жил в то время, они сказали, что... И было запрещено отвечать, Леонид Викторович. Ванков, сыну коммуниста, они точно не могли ничего сказать. Они молчали, они не говорили, что они были на купленной территории. Свободы во время оккупации было больше. Леонид Викторович, Леонид Викторович постоянно с парадоксами пытается разбудить наш ум, и это классно на самом деле. Чем больше Леонид Викторович говорит анекдотов, тем больше он пытается за нас достучаться. И это прекрасно. Сегодня мы это видели. У нас нет никакого особенного опыта, кроме советского. Мы все, что можно, ее выжили, насколько я понимаю. Дальше будут какие-то новые движения. Но нам буквально, действительно, и всем причем. От чиновников, начиная... Разве это регионоанцентрская Россия? Друзья, буквально не буквально. А президент, он предъявляет запрос требований на выработку стратегии. Хотя бы в виде документа, там, Беларусь, 100 миллиардов долларов в 2025 году. Он говорит, ликвидировать конфликт интересов. Он говорит, подготовка кадров. Он говорит, частному предпринимательству быть. То есть многие вещи, которые он говорит. А одновременно, почему-то... Вот Роман говорит, хорошие законы, но не работают. Да? Роман Николаевич говорит консолидацию. Речь говорит, надо поставить вопрос относительно того, что элитизм, с одной стороны, он вредит людям, которых людей кто-то не слышит. Как вот мы собираемся, на самом деле его кругом, да? И такое ощущение, что нас не слышит, потому что мы говорим такие вещи про частную собственность. Мы говорим, не садитесь людей за так называемые экономические преступления. Не садитесь в тюрьму. Делайте подписку, там они вывезли. Делайте какие-то ограничения. Но не говорите публично, что он вор, враг, там не должен, осужден был, как например, в отношении известных нам представителей бизнеса общества. Я же не говорю, что они там хорошие, белые, пушистые. Я говорю о том, что есть какие-то отношения, которые... Я тебя понял. Я не буду культурным, а еще расскажу еще более простым языком. Мы, как эксперта общества, оторвались от реалий и предлагаете инструменты заоблачные, типа амбусменов каких-нибудь. Но все выучили слово амбусменов, мы умеем учить слова. А нужны простые инструменты. Вот начальник МВД. Доклады Александру Григорьевичу каждую неделю. Комитет госконтроля раз три дня докладывает. Надо не амбусмена просить, надо просто «Разрешите, пожалуйста, Корягину докладывать президенту раз в месяц». Вот. Простой инструмент. Не какие-то легистические штуки, а просто с докладом раз в месяц корягивает президент. Можно такое? В каком акте законодательства и как это... Вот с каком. За свой инструмент. А! Ну, за свой инструмент. Корягин, я не знаю, ураганин. Выраганин, да. Выраганин, да. Выраганин. Секретарь, да. Поскребыш. Поскребыш. Значит, он писал дневник приема просто, кто приходил, во сколько и так далее. Вот просто дневник приема президента записали, что представитель бизнес-ообщества раз в неделю. Давайте сделаем это основным посылом следующей нашей платформы. В 1994 году на 5-й ассамблее делового круга президент обещал еженедельно встречаться с президентом делового сообщества. Президент публично обещал мне в феврале 2017 года прийти на ассамблею деловых кругов в 2017 году. Ну хорошо, но не пишите 100 пунктов, напишите адрес. Я говорю, приходи на ассамблею, я приду. Хорошо, подождите. Может это выглядеть как шутка, но на самом деле, с которой я приходил, у него справка такая. Вот я вот этих 20 человек арестовал, имущество столько-то арестовано, столько-то подвергшено в бюджет. А никто же не сделал анализа. Я в году участвовал в шести судебных делах. Шести. То есть я за членов конфедерации. В четырех, так сказать, проигрышных ситуациях. По пять раз приходится пересудовать и так далее. На самом деле коллегия экономическая. Вот я на прошлой неделе был выездная коллегия Верховного Суда. Очень много подвижек. Они понимают, что они не правы, что не публикуют решение суда. Председатель Верховного Суда мне признался, да, мы не правы, и мы это будем пытаться делать. Но это медленно пока, на самом деле. На самом деле нет простых сегодня, это вчерашнего дня решения. Но надо подчеркивать, многие решения блокчейт. Значит, открытость полная, все механизмы, бизнес-процессы открыты. Значит, современные информационные технологии позволяют сегодня приобщить к выработке решений большую массу людей. Другой вопрос, что нет чувства ответственности большинства. Друзья, вопрос у нас такой для всех панелистов, да? С вашей точки зрения, если взять условно разделить, есть заказчик некой новой политики, это его окружение английского, да, и вертикаль власти, да, и, собственно, все остальное. Кому не хватает знаний и каких для того, чтобы, собственно, это вот состояние, грубо говоря, такого недопонимания, неконструктивного диалога, не совсем партнер, недопартнерство прервать? Вот, с одной стороны, вот одичь, и все остальное. Я не согласен с твоим тезисом. Нет, я вопрос тебе. Это тезис, что они разные люди, что есть президент, этот аппарат, и есть низовый уровень аппарата. Нет, у нас здесь поближе есть инфекция, который можно спросить. У людей там мозг консолидируется, работает на одной волне, а не в одной парадигме. Друг на друга влияют более-менее, и разрыва этого нет. То есть, ты хочешь сказать, что Александр Усташенко, я логически делаю вывод из того, что ты сказал, да? Он принял такие решения, да, которые привели, в конечном итоге, к министра Авгейта. Они привели к тому, что было закопано 70 миллиардов долларов в программах модернизации. Он привел к той системе, когда Беларусь стала на край экономической опасности, потому что мы 25 лет ничего не делали для инфекции экономики. То есть, он этого хотел, и поэтому создавал систему такую. Он не согласен с собой, и никто с этим не согласен. Кто сказал тезис, я сейчас могу видео поставить, относительно того, что Беларусь либо мы станем частью другого государства, либо нас будут ноги выделять. Что я сказал, не ты, Евгений Владимирович Николаевич, не герман, понимаешь? Поэтому, и Владимир Владимирович, это он чувствует угрозу в какой-то стране, в которой он возглавляет 25 лет. А ты говоришь, а мне то целое. И вот сейчас, когда, например, нужно ту же стратегию 100 миллиардов делать, выходит министр экономики, говорит, я 1742 проекта, готов представить там все готово. Бизнес не в курсе вообще, что за проекты. Я у кого не спрашиваю, никто не знает. Я спрашиваю Матюшевского, первый вице-премьер. Там, Василий Станиславович, что за проекты? Я говорю, я взбудоражен, дайте показать. Ярослав, успокойся, это все за виду, мягко говоря. То есть нет денег, и не беспокойся. Тот же представитель, он будет смена, глава Совета по развитию предпринимательства. Говорит, на мой тревожное требование, покажите 1742 проекта для 118 ребенок, говорит. Ярослав, когда денег не будет, не беспокойся, что так сильно денешься? Получается так, заканчивай. Сообщество отдать, и проекты они реализуют. Слушай, заказчик, где целый машинка, говорит, слушайте, я хочу, чтобы белорусы там тысячу долларов получали. Говорит, белорусы там будет тысяч долларов, потому что население. И ты из твоей той ногики, да, он обманывает и их, и нас, на самом деле хочешь, чтобы бедровей, чтобы закапывали деньги в ЭКВК, чтобы весь сектор строительства был там, с убытками работал. Где логика? Слушай, деньги не закопали, а освоили. Освоили. Ты занимаешься честно. Переведите как-нибудь. Переведите свой свой. Освоили, освоили. Владимир Николаевич, вот твой, твоя оценка. Потому что получается здесь, вот, 2015 год, президентская конфликта. 2016 год, 2017 год, послание президенту, документы, на которые, собственно, как-то вот там, какие-то крохи, веково, вот, заказы, можно видать. И мы читаем, ликвидировать конфликт интересов органов госуправления. Вот буквально два дня назад, говорит, мы должны сделать, кто должен на этой службе работать? Честные, справедливые, профессиональные, умные и кристально. Для того, чтобы это было, нужно сделать то, что он опять требовал, ликвидировать конфликт интересов. И радикально, это его слова, не мои, не репетарианцев, никого, ликвидировать функции логии, которые противоречат природе государства. Роман говорит, замечательное скандальство у нас. Хорошо, что такое неопоснование, непринятие должных мер по финансовому стабилизации предприятия, за которые ты можешь сесть в тюрьму. Субсидиарно. Субсидиарно. Субсидиарно, 488, я думаю, у меня 10-15 примеров прилагательных роман, которые в интерпретации правоохранительных органов превращаются в инструменты ликвидации бизнеса. Просто ликвидации бизнеса. Последний пример, который вы читали, это сложно объяснить даже любому иностранцу, когда есть право заключения договора на аренду земли или помещения, которое заключается каждый раз, когда меняется договор, и сумма на которого в раз 8 больше, чем 100% арендоплата за землю. И причем чиновники, когда им говорят, зачем все бизнес-сообщества в один голос, это невозможно, потому что если ты бизнесмен, ты предприниматель, ты вложил миллион долларов в некую завод, фабрика, как ты у вас, налогом твоим было по поводу исторических ценностей. Винск, кто пострадал еще? Ему в апреле месяце, приходит 16-го года, давай, 16-го года, приходит, говорит, слушайте, 5% от прибыли заплати за то, что ты сидишь там в каком-то обстоятельстве, сидишь, как обстоятельство. И он говорит, как? Как это произойдет? За один число, я не в курсе, я уже там все воскутер казал, цены сформировал, все расплатил, а вы сейчас 5% наказываете за то, что я так работаю. И вот как сделать так, чтобы того рода мини-микро-уровень, да, вот, с какой-то Леонидович выступает, Ваня Николаевич, Роман, есть макро-уровень, да, то, что Леонидович говорит, да, если мы определим некую стратегию, да, матрицу, мы говорим, мы хотим идти сюда, да, потом, что там творится, да, мы берем эти книги, да, вот, говорим так, вот, мы посылаем ученых, они приезжают и с книжками говорят, в Голландии, да, в Нидерландах, вот так написано здесь, даем юриста, бизнес-ассоциации, даем Илья Николаевичу, Ваня даем, как работать там с финансовыми организациями, в конце концов у нас есть то, как делать, да, а если мы, вот, Леонидович, поставили на голову, если мы не решим вопрос, куда идти, то куда мы придем, в конце концов? Да, первое, что это консолидация, может быть, вот тут неких идей или программ, такие программы есть, 18 лет назад мы стали разрабатывать программу IT-страна, это не чиновники, а мы конкретные, могу по фамилии бизнесменов назвать, кто создал и внес в кабинет президента парк высоких технологий, это Мамоненко, это ряд других, это не те, кто потом возглавляет, сегодня у нас есть программы на 150 миллиардов, у нас есть сегодня понимание, что надо перебучить 2 миллиона человек, рабочих, не миллион Ярослав, как ты, я не был прав, сейчас осознание приходит, что надо 2 миллиона, совершенно пересносить людей, перенастроить их, перепрограммировать этих людей, нам сегодня 200 тысяч бухгалтеров, 50 тысяч банкиров, они решатся рабочим. Второй момент, понимание, что мы в одной лодке все, вот, 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 вокруг этого и надо консолидироваться, политическим, то есть, в зрении, мы направляем предложение снова вернуться к идее большого круглого стола, как это было в свое время при, значит, Латыпе и в администрации президента, потому что надо уже, можно опираться только на гражданское общество, на профессиональное общество. Негативный пример, что творили юристы, айтишники, они, они погубили великолепную идею, потому что клевейно делали айти ради айти, не ради промышленной революции, не ради реконструкции всей страны, всех отраслей, а в общем-то они думали, что они делают хорошее дело. Сегодня, без этих документов, Грузия заработала 4 миллиарда долларов, в Казахстане открыли суд с английским правом, и во всех странах идут вперед, а мы топчемся на месте, над нами уже смеются над белорусским хайфом, смеются уже полтора месяца. Вы, Игорь Иванович, короткий ответ на вопрос, который Ваня поставил, да, вот опять, вот, 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 П, и вот, В, вертикаль, президент. Ваня говорит, это одно и то же, заказчик, грубо говоря, играет в одну калитру. Ваша точка зрения, так или нет? Нет, не так. Нет, не так. И сегодня очень много зависит, конечно, у нас есть субъективный фактор, механизм принятия решений, довольно узко имеет группу экспертов, которые довольно-таки оторвались от знаний. Вот ты трясешь книгами, я книжки читаю постоянно, покупаю новички, так же, как и ты. Но любая отпечатанная книга, это атрибут, атрибут семилетних знаний назад, атрибут тех идей, но никак не новых, многие из них устарели, пока их переводили там на русский язык и печатали. Поэтому динамика мира, фирма сегодня живет в Беларуси 4,5 года, фактор времени, который мы не должны потерять. Опять-таки, отрыв профессионального журналистского сообщества, информационного пространства, иллюзорный мир, который нам каждый день дает телевидение, пляски, конкурсы каких-то красавиц, какие-то пустые ненужные вещи, спортивные гульни, в которые все министры играют, это преступление против страны сегодня. Хорошо. Роман, твой ответ на критику в отношении министров, и вот вопрос, чего не хватает Беларусскому праву? Поможет и ему демократии? По поводу декрета, есть история, я там ее все время в футбуке публиковал, я в Ригу езжал, что-то такое, и два иностранца со мной в автобусе были, и это такое ожесточенно на английском спорили, там, один говорит, ну, один такие обрывки фраз типа блокчейн, developing something, и второе так стоит-стоит, и потом, come on, just a bunch of smart asses hijacking the state. Я не знаю даже, как перевести, группа умных людей. Группа, которые хотят просто заработать на государстве. Ну, да, то есть, захватить государство, да, украсть. Вот, то есть, ну, мне интересно, как бы, во-первых, что, как бы, это, ну, совсем не очевидно внутри страны, такой дискурс не то, чтобы совсем распространен, ну, хотя он есть. Вот, ну, вот, прям человек там приехал, побыл, может, по безвизу пару дней, и вот, как бы, у него такая информация осталась. С другой стороны, у меня есть тоже соображение, что, может, как бы, это и неплохо, если там наше государство пару человек угонят и что-то там попытаются сделать, да, потому что, ну, тоже, наверное, не самые плохие люди. Вот, поэтому, да, по поводу критики. Я, этот провал был запланирован, как бы, его многие предвидели, поскольку было, действительно, не было привлечены, ну, никто, никакие заинтересованные органы, собственно, не были привлечены. Вот, он, действительно, создал хайп, действительно, я, я, наверное, скажу, что, в принципе, знаете, наверное, пиар плохим не бывает, ну, так, ну, особенно в данной сфере, что там кто-то узнал, что есть Беларусь, там, не знаю, У моей фирмы там было по 2-3-5 запросов в неделю по этому поводу, вот, но все это не заработало, по крайней мере, полностью, да, но в целом движение какое-то началось, и россияне, я знаю, определенные сюда пришли. Там 35% увеличение численности резидентов, правильно? Смотрите, увеличение численности резидентов дело нехитрое, как бы, сказать, еще опустить планку и, как бы, упростить процессы, как бы, ну, все там будут, как бы, я там буду, я уверен, нет, да ладно, ну, камон, откажешься, вот, прикрутив блокчейн, там, не знаю, ботинок, да, 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 то есть, ну, увеличение численности, это же, ну, не показатели, нельзя там ориентироваться, наверное, наоборот, и, там, на... Поможет ли восстановление из-за частной собственности демократии? Ну, типа, зачем мне говорите, если я не в холодильниках? Нет, пожалуйста, Павелик говорит следующее, простые вещи, частная собственность, частная лучшая. Лукашенко навстречивал, Боря Николаевич был, там были там навстречивали, он говорит, слушайте, если бы, это его слова, если бы в Беларуси все было частное, я бы не вечным президентом. Мы сам счастливы. Нет, вечным президентом, он же признает, что частная лучшая, да, и вот, грубо говоря, вот, когда мы говорим, что частная лучшая, мы же, так или иначе, ставим вопрос по приватизации. А мне говорит Лей Федорович и Иван Садовский, Викторович, я знаю, Лейтарий Садович, что приватизация это злощадь, и надо про него не верить, да, потому что Лейтарий Садович хочет признать, скажу, ситуацию, когда-нибудь ее включено. Нет, ну смотри, ну как ни странно, вот это предложение о публикации решений, ну и там вот соответствующий, да, доступ к информации, вы помните, вот по этому списку, там, по демократии, там вот первый был доступ к информации. Ну вот реально, ну да, то есть нельзя же прийти и сказать, ну, смысл, если издадут указ, там частная собственность свершенна, ну, ну и что, она, ну это и так есть, то есть, ну, да, вопрос же в исполнении, это добивается, вот там, опять же, там, миллиардов шагов к публичностью, я не знаю, обсуждением, там, пересмотром, может быть, какие-то там мини-суды присяжных там на троих, да, то есть какая-то вот процедура, ну, пойнт в том, что вот эта процедура должна быть на уровне, на уровне исполнения, да, на уровне, не на уровне законов, потому что они здесь бы и так, окей, на уровне мышления, на уровне тренировки, я не знаю, тебе сказать. А как была провокация в начале года с изменением Конституции? Да, с изменением Конституции. Смотрите, возможно, ну, есть, мне кажется, у любой вот такой проблемы с какие-то изящные решения неочевидные, то есть, возможно, проблема с комплектацией судей, то есть, реально, сейчас у нас с судьями идет точно такой же отрицательный, естественный отбор, как с чиновниками, ну, вот, я, это мне просто близко по этому, да, я вижу людей, которые заканчивают юрфак, и как бы, вот, как бы, если вот не получилось нигде нормально устроиться, вот тогда они идут помощниками судьи, трубят пять лет за, там, 500 рубасов, да, в лучшем случае, это если в Минске, там, парусмен работают, да, и потом они становятся судьями, то есть, у них нет опыта в бизнесе, у них нет опыта работать, там, частными юристами, там, с консультацией, с пониманием проблем, они, они вот просто несчастные люди, которые жили пять лет на 250 долларов, а потом им нужно решать, там, судьбы, не знаю, громадных предприятий, еще чего-то. То есть, возможно, стоит, там, ну, понятно, всех, вот, там, Шарьковский район мы не берем, да, там, да, 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 ну, условно, на уровне областей, на уровне касаций, допустим, вести, там, набор судей, там, типа, там, по английскому принципу, да, что должно быть, там, 20 лет опыта работы и какой-то конкурс, и это, как, почетная, там, должность, после этого, а не то, что это карьера судьи, когда человек, как бы, ничего больше не видел, не реже, чем в ограниченном месте. Я хочу просто задать вопрос Алиши, I will ask Алиши a question once, with the following thing. Just imagine you have a chance to make a point in favor of private poverty and independence of the judiciary for the president. Could you please make the points that would facilitate his understanding of the critical importance of this institution? Without private property, because, as Ivan said, we are scholars, we are so far, far up in the sky with all our big issues, theories, but we, people, individual entrepreneurs and entrepreneurs, need basic things, small things. Property is good, freedom of choice is good. How to persuade these guys to accept them for the benefit of the country? Well, let's start with the independent judiciary. Да, ввата, вклада, 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 вклада. Крымя? Ну, вклада, 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 вклада. Вклада к другой papир, вклада, 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 Потому что он не відписывает у них, И даже если ищи, на самом деле, потому что мы будем боролا�를 друг с другом, то, короче, понятно, что вы можете исчезноваться или мdies, а名тизатору предоставить о кольцах. Различу одни самые удобства вклада и выберут Donc, грамот заeesанодуш agora что они хотят, или что они купили, то нужно знать, что вы можете пойти в суд, и решение будет решено, и это будет право, вердикт будет право. В случае возникновения конфликтов, если вам не заплатили, или вы получили ваши права, вы имеете в виду суд, и суд решает, и вы понимаете, что решение справедливости. Это очень простой пример, но это то, что нужно, чтобы создать любые бизнесы, и маленькие бизнесы, и для людей, чтобы вырастить свои собственные бизнесы, и иметь вероятность, что они не получат, что все будет известно, только за гражданином. Это фундаментально важный принцип, без которого невозможно развитие даже малого бизнеса, потому что, иначе, если вы не будете уверены в этой системе, то вас могут забрать, конфисковать, возьмут три его взятки, и, собственно, система не является системой нормального экономического развития. Почему вы верите в суд? Почему люди верят в суд? Почему голландцы верят сюда? Мы приглашаем права права, и они не могут быть подстрелены. Так что, в любом случае, в любом случае, куда они были запустены, они никогда не будут, не будут, не будут не будут в суде. Даже если, в любом случае, требуется обеспечить большие деньги тем, они не будут в суде. То есть, первый механизм, обеспечивающий независимость и доверие к суду, на то, что судью нельзя уволить, то есть если его назначили, for life, right? So he's a bully for life. Yes. На всю жизнь, поэтому, какое бы решение он действительно принял, все равно же государственной борьбе перекупить, и каким образом будут реагировать. Also, the judges are not associated with any political party. Судьи не являются членами, социалистами и политическими партиями. Yeah. Of course, they vote, but they have their ideas, but... They're formally not associated with that party, and they're very professional. I'm a lawyer myself, and... And they really are educated to find out the truth, and you notice that with everything, all the questions they ask, that's what they aim for. That's a fundamental, fundamental, important orientation. Вопрос, который задают судьи, ориентируется на то, чтобы узнать правду. То есть они так образуются, так они работают, да? И теперь вот с материалов той же коллеги, да, как вот нашего Верховного Экономической Коллегии Суда, которая прошла в Борисове, что вся мы не знаем коллегия. Верховный Судьянов, зампредседателя суда, который по экономическим вопросам, он задает вопрос и ставит задачу. А почему зарубежные инвесторы не записывают решение суды осуществлять в Минске? Почему такое недоверие белорусскому суду записывают в Вашингтоне, в Гааге, в Швеции, в Шведском, в Парижском суде, но не в Беларуси? И я ответил на этот вопрос шестью тезисами. Первое, что решения судов не публикуются. Второе, суды даже не читают, мы в этом скрываем, документов никаких абсолютно. Невозможно реально обжаловать решения. То есть абсолютно нет доверия в судебной системе. Суды их назначают не по конкурсу, а выбирают по каким-то признакам совершенным, и вот то, что, значит, в Галате. И четко у меня сформулировано, на сайте могу показать. Это было высушено в безумной тишине, и в принципе с этим суды согласились. Друзья, вопрос опять к нашим белорусским участникам, потому что вот вопрос задан во время опроса индекса делового оптимизма звучал так. В Казахстане в феврале 2018 года для радикального улучшения качества правоохранительной системы, судебной системы, значит, был введен английский суд с английскими судьями. С вашей точки зрения, три опции. Белорусский и Казахстан, нам английский суд, английский суд и них чему? 34,7%. Это, подчеркиваю, это малый, средний бизнес, частный. Второе. Белорусская правоохранительная судебная система качественная, справедливая. Их можно усилить судом ЕАЭС. 16%. И это правильное решение в Беларуси поступить нужно точно так же, всего лишь 49,3%. То есть мы имеем ситуацию, когда 50-50 по фундаментально важному вопросу, который мы понимаем. Казахи тоже не от хорошей жизни это сделали, потому что они понимают, что нет доверия к любым титулам, докторам и всем прочим. Импорт института, такого важного, как там суд, является практически важной проблемой вообще строения любой системы. С вашей точки зрения, почему или нужно ли адвокатировать идею, открыть в Беларуси вот такого английского суда для решения проблем? Валя. Ну ерунда, конечно, просто. Вот то, что Роман сказал, для того, что он пытался юридически сформулировать, есть прекрасное определение. Я его послушал у московской либертарианцы. По поводу частной собственности. Пока не сформируется облако модальностей у всех людей, проживающих на этой территории, о том, что частная собственность священная неприкосновенна, никого нельзя ее отнять. Пока это облако не пронизает мозги, вот отверху, сюда, а я бы сюда еще пририсовал белорусов, вот тут белорусов. И пока вот, знаете, на самом деле, мой тезис в том, что это на самом деле, ну, 70 процентов, 80 миллиардов. Это единое целое. Пока не будет этого облака модальностей, импорт института в этой ситуации это ерунда. Но не будет работать. Все равно, что-то хитрое, они найдут, как этот импортированный институт. Ну как его, каким образом обойти, не заплатим зарплату, а, включить водопровод и канализацию, когда-то отключили посла. Хорошо. Отлично. Я ездил в Нидерланды, да? И мы говорим, давайте, пришлите там 20 профессиональных, подготовленных голландских судей. Потому что мы впишем в закон, что конечная инстанция рассмотрения споров про хозяйство, значит, плана, будет именно этот орган, но он будет обязательно решением. Ничто, ничто. Нужно ли нам, чисто теоретически, акцентируй внимание на адвокатирование этого пункта платформы с 2019 года? Я считаю, что нужно, чтобы все люди созрели, чтобы там вот это вот, ну и 80% сказали, валяй. И 80% белорусов говорят, мы готовы на реформы. Вы элита, вы лидеры мнения, скажите, какие реформы, чтобы мы, в конце концов, получили 100 миллиардов. Вот, что президент хочет и люди хотят, в конце концов. А ты говоришь, не готовы люди. Чего бы вам об этом говорить? Окей, Викол, что еще есть добавить тогда? Леша, можно Алексей? Последняя фраза я скажу. Да, последняя фраза. Я еще хочу сказать, что 100 долларов зарплата, миллион рабочих мест и 100 миллиардов ВВП. Беларуси, это прекрасные интеллектуальные провокации, гениальные совершенно, которые вы скачали Домское болото, но как стратегическая цель, это совершенно негодное средство. Ясно. Леша. У нас же одна из тех была не помощь, но и выход из этого сам проекта. И в Беларуси сейчас в дополнительной дискуссии мы говорим о том, что какой-то бюджет, ну, знали там английский случай, можно вернуть. Это все долгосрочные стратегические программы, которые у вас говорили, можно захватывать сознание всем этим 10 миллионов местного населения. А, Ярослав, вот еще. С первых, наверное, программ на самом деле бизнеса мы говорили о том, что самый простой и самый элементарный, но и самый-самый эффективный шаг по повышению бизнес-плата в Беларуси, это публикация в открытом доступе авторов, всех принимающих законов и инструкций. Если принимаете какой-то указ, кто его готовит? Кто его согласовал? Кто его проверил? Кто его твердил? Если разрабатывать какой-то бизнес-плата, на которой на 5 миллионов оборудований убралась ворота церковь, скажите, кто разрабатывал? Кто автор? Почему ты сейчас на бизнес-плата? Есть ответственность, но у них такого нет. И это единовременно, это атомарное действие. С завтрашнего дня все фамилии разработчиков об этом доступны. Если будет показы, сразу будет лучше. Вы то же самое, что обманывали в отношении судов. Вы согласны со мной, если вы не согласны? Ну чего вы так соглашаетесь? Можно было вопросом? Вы отвечает за счет волнеевые соседние люди. Я считаю, что нужно приглашать самых больших профессионалов. Почитай, наверное, к ним, почему богатые страны. Еще богаче, бедные, еще беднее. И нужно воспитывать поколение. Нужно развивать самосознание каждого человека. Начинать и думать. Книжки сдавать. Чтобы каждый ребенок, каждый гражданин, создавал вопросы власти. Когда каждый гражданин должен задавать вопросы власти, тогда желательно это сделать все корректурным путем. Задаем вопросы. И письма на видео, и мусс на видео, и через видео, и через аудио, и через книги, и через статьи, и блоги, и с юмором, и без юмора. Учиться лучше, и воспитывать поколение. Когда мы воспитаем поколение, которое мы уже мыслим по-другому, тогда смена поколений поможет. Максим, ты как новое поколение. Но государство, это же не корпорация по управлению своей всей экономикой. В экономике, мы констатируем, что 80% это собственность, которая прислалась сюда. Теперь представьте, что мы имеем контрольный пакет 80%. И что мы будем делать, слушать тех, которые имеют 20%, вот они говорят, а вот давайте так, вот давайте это. Слушайте, а я думаю, что мне это надо или нет? Потому что они говорят о том, как бы я с ними делиться начал. Если помалу отрезать от этих 80%, 5%, я скоро потеряю контрольный пакет. А потом и пакируешь. И что я буду, с чем я останусь? И тогда у меня вопрос возникает. Мало ли кому что надо. Мы же древние. И от чего он исходит? Из чего? Из интересов, которые каждый имеет. Государство имеет свой интерес. И оно имеет это. Государство, еще раз, это корпорация по управлению. Согласен с тем, что это обновесоженный баня сказал? Ярославль, понимаете как? Вы разделили корпорацию по управлению на разные структуры. Вы представьте, что вы управляете своей корпорацией. В этой корпорации полно людей, которые хотят себе оттяпать с этой корпорацией что-то. Вот Ивана там, свои структуры. И он там что-то цирит. Или заведующая отдела в магазине что-то храдет. Она в вашей корпорации. Но он вам не нужен. Вы его загорить хотите, потому что он от вас оттягивает. Поэтому он ваш до тех пор, пока он работает на вас. Но как только на себя, он не ваш. Вы его будете загорить. Поэтому тот, который работает и от вас имеет, он в корпорации, и это одно и то же. И последнее, я хочу сказать, секундочку. Вот понимаете, что это? Что делать? Давайте английское право сюда. Какая-то страна вот выпала из головы, она не эта была. Она ввела право обжалования всех любых решений суда в английском королевском суде. То есть можно, не надо английское право здесь, а там прецедентное право. И там можно обжаловать. И тогда это станет на них. Есть, но еще Совет Европы, в котором мы не находимся. Это тоже движение туда. Это тоже решение проблемы. И последнее. Ну, последнее. Последнее о том, что... Вот мы говорим о национальных интересах. Нидерланды проголосовали против того, чтобы Украина получила право безвизового въезда. Нерабочая сила. Значит, они посмотрели и сказали нам, эти европейцы не подходят. Почему-то это население, сказало на лидеранты. Понимаете? То есть есть интерес, который вы... Таковая ассоциация была, да, против Николь тех, кто не... Правда. Таковая ассоциация была... Таковая ассоциация была... Ну, в принципе, в то, входит, что... И этой. Окей. Все понятно. Я здесь небольшую реманку, потому что Ярослав в моей презентации поставил очень хороший вопрос, скользкий такой, повернулась ли власть лицом к предпринимателям. Да, и я вот задалась вопросом, а какое это лицо? И есть ли к кому поворачиваться? Ведь мы сами заслуживаем то, что заслуживаем. Мы заслуживаем свое правительство. Я согласна с Иваном, я согласна с Максимом, с Владимиром Николаевичем. Потому что даже на разработке своей национальной платформы бизнеса столько лет, мы не имеем... Вот вы говорите об ответственности чиновников. Мы не имеем фамилию человека, который будет защищать на УКС и Министерство это внесенное в платформу предложения. Если бы был здесь Андрей Карпунин, он бы пятью руками со мной согласился, потому что мы имеем бледный вид именно потому, что предложения безымянные, что нет консолидированного решения защищать это предложение. Я вам его вбрасываю, вы не профессионалы, но вы идите и защищайте его за меня. Понимаете? Нет обоснования, нет аналитики, нет профессионализма. Поэтому давайте посмотрим на себя, на свое лицо предпринимателям. Глава Павловича. Экослав, вот в этой сцене, которую он рисовал, да, я бы хотел вот что сказать, вот президент вертикаль, да, сейчас... Люди, все наоборот. Нет, 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 нет. Чиновники, они должны, скажем, отсажать некое чайство народа, работа про благо народа, да, у нас на данный момент потеряна главная. У нас у чиновников нет преемственности кадровой политики. У нас есть профильное министерство, да, где работают профессионалы. Но, вы же знаете, он пришел сегодня на одно место, поработал. Вот завтра я с нему пришла с Могилевым. С Могилевым в Брест, да? Президенту нужно в первую очередь вести спокойствие в работу чиновников, чтобы они понимали сегодня конспекта. Завтра начальник управления, завтра он замест, завтра он министр, да. И когда будет баланс вертикальной власти, когда люди будут знать, что он пришел, если он профессионал, серьезно, долго, да, вот тогда будут и хорошие судьи, и хорошие министры. А сегодня политика президента, когда Качанов определяет, кто, откуда приедет, да, вот был министр, замминистра образования Богуш, да, ну, работал, да, все остальное. Ну, правильное повышение, ректор Магуира, да. Ну, хорошо, ну, в Минске столько профессуры, да, ну, за МГУ, ну, кузница Капров, да. Ну, посылает нового замминистра, ну, не хочу там, скажешь, но. Директор Магуировского органального института развития, да, ну, неужели у нас нет профессиональных профессоров в Минске, которые можно поставить, вот это проблема. Поэтому надо решать эту проблему, а потом уже восемь процентов, да, они будут понимать, что эти люди решателям проблемы. Вот и все, вот у нас вертикаль больна, понятно, больна, надо ее лечить. Александр Ильич, секундочку, я просто хочу спросить, Николай Александрович, как человек с опытом вертикали, да. Система управления больна, да, если да, то на каком этапе, где и... А где, кто видел идеальную систему? Нет, мы же не говорим, мы все притикуем, да, голландцы себя критикуют, там, да. В Евразии, конечно. Поэтому, не, ну, понимаете, заболевания бывают разные, поэтому, конечно, как в любой системе, у них болезни есть, но есть и хороший элемент здоровья. Ну, да. Например, то, что мы здесь, мы находимся в здании национального заповедника, 16-го учреждения, вот вы здесь проводите 4-й год мероприятия. Да, в Чаркузе говорят, в бане не работает, но, наверное, это не принципиально. Нет, вообще принципиально. Принципиально, да. Вопрос. Так вот, в Венпаде все делали уже в Венпаде, и в Венпаде 2-4-й год. Одно целое или разное? Потому что, на самом деле, вот, когда я слышу многие абсолютно правильные вещи, которые поддерживают в будущем будут смены бизнеса, да, сами просят, континент интересного, да? Ну, не надо, не надо. Зачем чиновники, например, зарабатывают 17% от выручки, приватизируемых предприятий? И деньги идут в коммерческую организацию «Докаин», Госкомпетита по именичнице, да? То есть это совершенно радикальный консультант интересов. Мин, здраво, да? Когда вы видели, помнишь, у нас… Мы говорим о проблеме конфликта интересов, которую Лукашенко приказал решить. Ее не решили, породили Минздравгейт, породили там кучу разных проблем. И, на самом деле, то, что бизнес мог бы сделать дешевле, эффективнее. Вы, как, кстати, знающие эту систему, вы считаете, что спрос есть здесь, а эти блокируют? И вопрос, когда будет цена, и все ждут, пока 80% берут и скажут, ребята, мы хотим идти вперед. Как, но? Сегодня вы сами видите, что позиция, которую формирует администрация президента, и те посылы, и требования, которые высказаны в предчете правительство, глава государства, и затем на ежегодном послании, 100 миллиардов долларов, значит, еще мало, в Венгрии – 120. Нет, вы говорите, что мало. Это такое же количество населения. Поэтому это требования президента, требования вертикали. Почему они выполняют? Они выполняют, они выполняют как Бог. Но мы сегодня, кстати, тоже говорим, но мы говорим, надо-надо, надо реформа, надо институты, надо частная служба, надо воспитать людей. Но это все такое во времени, во времени. Тем самым мы говорим, мы тогда выйдем на эти 100 миллиардов вместе с вами, мы, Дмитрий, все те институты, которые меняют, ну, когда через поколение, или через 20, или через 5-7. И давно это прошло. Топчемся. Почему топчемся? Мы движемся. Мы движемся медленнее, но мы движемся. Поэтому я не отрешиваю, что это буквально единица, безусловно, вертикально, структура, которая полностью формируется и подчиняется главе государству. Но отрешивание я бы между... У нее свои интересы? Она, скажем, как может, пытается выполнить те требования, которые предъявляет новое государство. А требования последние, которые предъявил государство, они полностью соответствуют тем подходам, которые сейчас общество заявило. Вот, вот, я понимаю, что... Я вижу, что люди очень близки. А вопрос, как это будет происходить? Безусловно, что идет трансформация. И новые абсолютно люди приходят в работу в правительство. Умоложение серьезное. Вертикали происходит. А это уже люди приходят, которые родились в настоящее время. Они прошли подготовку в вузах уже несколько... Академия управления президентом? Не, ну не в этом, а то академия. Мы даже в вузах прошли, в том же ДКУ прошли подготовку, все же и преподавательский состав за это время поменялся. И то воззрение, которое несут в себе современные преподаватели, которые ничего не знают, ничего не понимают... Понятно? Да. А надо? Да, значит... А может, курсы быстро? Нет. Таких же преподавателей много. И поэтому они сегодня формировали, формируют новых людей, которые приходят в ту же систему управления. И в администрацию президента, и в вертикали, в министерстве, в ведомстве. И поэтому этот вопрос, как взаимодействовать, как решать? Он... Поэтому эта стыковка произошла, и вот так происходит. Обновленный совет, в котором вы... Обновленные КСы, в которых сегодня... Ну да, можно сказать, что это в какой-то степени формально. Ну, типа надо. Мы посоветовались, вот поэтому был представитель. Коллега пришел, проголосовался, и в чем к нам пристали? Мы с Тарусом посоветовались, с бизнесом посоветовались. Да, но сам факт, что это есть, и сегодня думающий министр об этом заинтересован, как найти ответы на вопросы. И аппараты другие. Я не говорю про руководителей, которые непосредственно в университетах, люди за 50 лет, 60 лет. Я говорю про аппараты. Начальники отделов, начальники управления — это люди современные. Они тоже хотят жить в развитой стране, в той стране, в которой будет вот эта цифра. И поэтому там заинтересуют вдруг, как жить. Спасибо большое. А вот эти сами министры по экономике, молодые ребята. Они же, ну как? Они как-то понимают, пишут, вот сто сто тысячу семьсот проектов. Но ты говоришь, а почему министр не подбирает себе кадры, а почему она посылает министру декадры? Почему министр не подбирает себе команды? В нашей школе несколько десятилетий не преподается логика. По этому предмету у Ленина в 3-4 классе было 4 балла. Он был плохим логистом. Довольно, кстати говоря. Единственное, четвертый. Задаю два вопроса. Да, в логике вопрос – это форма мысли. Если есть вопрос, идет поиск ответа. Если нет вопроса, если все спокойны, нельзя прийти в поиск ответа. Я задаю два вопроса. Один вам, но прошу честно. Один вопрос нашей коллеге из Нидерландии. Скажите, можно ли, так сказать, рядовой избиратель узнать, кто голосовал за какой закон и кто является разработчиком, инициатором закона в стране? Это мы с первой платформы требуем. Вот наше требование было. Четко понимаем, кто, как голосовал за каждый закон, за каждое из всех решений. Голосование из меры ответственности за это решение. Ответ есть. Вот с этого начинается. После информации. Второй вам вопрос. Сегодня в стране нужно лидерство. Очень большое. Но лидерство – это большая ответственность. Вот мы работаем с 12 платформ бизнеса. Скажите честно, прошу поднять руки. Кто прочитал текст национальной платформы бизнеса Беларуси прошлого года? Кто познакомился? Поднимите руки, пожалуйста. Но очень честно я прошу. Нет, она на сайте, так сказать, на русском, английском, белорусском. Вот. Менее третьей части. Друзья, один мой друг здесь присутствующий, разработчик платформы, чья фамилия здесь также нами, благодарность, признался, на третий год работы платформы, что он ее прочитал. Он здесь сидит. Разработчик. Разработчик. Да. Он признался в этом. Наш друг. Но в этом наша проблема. Вот проблема делового сообщества. А здесь, да, можно Лили Ивановна права, но можем, что не все совершенно, но все ассоциации поставили здесь свои подписи. Это консолидированная позиция. Мы создали коалицию веб-сайтов, которые размещали материалы. Только слепой, глухой, как бы мог не узнать чего-то, если был интерес, познавательный. А здесь наш проект, не чиновников, которые электоральными циклами на пять лет. В какой стране мы хотим жить и работать. Четыре страничные текста. Мы разрабатываем. Плюс вопросы. Плюс аналитика. Ярослав познавляет рабочую группу. Президент использовал годовое послание этого года. То, что мы опубликуем через две недели. На пятьдесят девяти страницах анализ о состоянии предпринимательства в стране и в мире. Такого анализа практически нигде нет. Уникальный анализ. И с этим бизнес не ценят, не знакомятся, не интересуются. Мы сделаем формат, друзья. Потом уже мы будем спорить, вечером еще поспорить. Николай Ивич, Роман, Ваня, а потом улич. Роман, последние две-три минутки рассуждений. Казахстана, английских судей, если кому-то интересно, посмотрите в Сталину. Но есть мнение, что это тоже фигня и работать не будет, как и наш восьмой декрет. Потому что это результат, в общем-то, борьбы клановой какой-то внутри. Создан финансовый центр. Да, и он тоже работать не будет. Вот, и он работать не будет, и вместе с ним суд работать не будет. А это будет уже как-то страшно. Когда сейчас. Да, да, да. По поводу платформы бизнеса, как бы я, ну, я еще начинал работать на Утракинс, тогда он еще тоже активно этим занимался. Ну, какая-то ситуация такая, что ты очень оторван от большинства бизнеса белорусского. Я даже не знаю почему, но это какая-то системная проблема коммуникации. Потому что, ну, там, я одно время у меня залежал, типа, в переговорной книжке. И, как бы, ну, никто из моих клиентов не знал, что это такое, откуда это взялось. И, ну, это, может, не секси, это, там, проблема донесения. То есть, да, есть же, ну, может, проблема там, условно говоря, вот, со всем уважением. Там был я на заседании совета, где там анонсы были. Ну, не в прошлом году или не в этом. Но это, блин, был вот реально съезд КПСС. Сидят пять человек в президиуме, по очереди докладывают в микрофон, что происходит. И куча народа спит. Ну, это реально был съезд КПСС. Я не знаю, что в последний раз было. У меня не было. Я там поплялся, что я туда, наверное... Радикальный другой муж. Да, ну, окей, тогда вот это ушло. Да, но я к тому, что многие вот эти вещи, может быть, там... Понятно, понятно. Да, я не знаю, есть же там четверка, условно, которая тоже работает там над какими-то этими IT. И у меня есть подозрения, что там разработки вот этой IT страны, да, они там очень прикольные, но как бы... Тоже очень оторванные от реальности тех же IT-бизнесменов, я не знаю, вот... Наработок текущих там, которые у тех же там четверки есть и так далее, которые тоже делают анализ этого всего рынка. Вот, поэтому это просто как вот ремарк, вот... Есть вопросы коммуникации, оформления, может, стилю, я не знаю, там, что-то делать там... Понятно. Будем лучше делать. Иван Николаевич. Друзья, я вас всех приглашаю в воскресенье в 10 часов. Всех, кого обидел, там, как-нибудь приходите, я еще немножко постараюсь, ну, на слайдах, на этих... Подкрепиться всякими... В 10 утра или? В 10 утра, в воскресенье. Я последний факт скажу просто, действительно, очень многое зависит от каждого человека. Чиновникам много сейчас толковых. И было толковых, инициатива многих глушит. Они берут на себя риски. Я приведу это... Почему я очень зауважал Николая Александровича, которого знаю еще с Рудицкого района, давно. Стал главой администрации района. Сам выделил комнату в районе, чтобы Союз разместил туда консультационный пункт в районе. Понимаете? Он это сделал. Мы его не просили, это его было предложение. Ребята, придите, вот площади, поставьте компьютер. И он это сделал. Сегодня в нашем Союзе столичном, да? Пятая часть члена союза Сронзенского района. Николай, давайте потом... Это еще, your final conclusion. Yes. Based on the issue that you... Okay, based on the limited amount of info that I got. Thank you, Roman, for translating. I think that you can already really benefit from transparency. That's what I hear from both sides. So, making verdicts public with your independent judiciary. То есть то, что мы можем уже получать пользу от прозрачности, которая работает, например, то, что Роман предлагает в публикации всех решений судов. And not only the verdicts, but also the laws and how they... How they... How they get... How they are drafted. Yeah, who votes for and against. In the Netherlands, I could not even imagine that they would not be publicized. Because it's also the only way that politicians can show what they are doing, and get votes for the next election. То есть у них опять такие вопросы о демократии. That's the question of democracy, right? То есть так политики показывают, за что они выступают, и тем самым они обеспечивают голоса на следующих выборах. Я говорю, посмотрите, как ценность демократии. У нас... Такой мотивации у политиков, у полисмейкеров вообще нет. Если бы у нас были реально выборы, да? То есть тогда, получается, были люди, там, в палатах представителей, сенаторы, из полкома, там, все они реально старались сделать что-нибудь для бизнеса. Все бы собирали, говорить, потому что, сегодняшний день, я защищаю интересы, там, Александра, Насти, Артияны, Николая, потому что они классные ребята, с вами рабочие, не знают деньги, и так далее, и так далее. А поскольку этого нет механизма, то даже механизма нет, когда чиновник зависит от объема привлеченных инвестиций. Я, например, такой комический приведу, когда один богатый белорус, да, он пришел к начальнику из полкома одного из районов, недалеко от Минска, и говорит, слушай, я вот столько буду подоходного налога тратить. Там сумма такая, миллионы долларов, да? И он говорит, ну, что ты мне можешь предложить? То есть в качестве, ну, я выпишусь из Минска, да, и говорит, ну, тебе, у тебя будет больше денег, соответственно, да, это будет к никакой возможности. Он даже его не понял. То есть он не понимает, в чем польза от того, что у него... Зачем? Он лично с этого ничего не понимает. Ну и что? Ну и что? Господа, как вот налоговый спецпрос, скажу, просто это как бы не в местный бюджет пойдет. За доходный бюджет? За доходный бюджет? Да. За доходный в местный бюджет. Подождите, он технически идет в местный. Технически. Но реально не идет он в местный. Ну, то есть реально это значит просто, что меньше дотаций будет из республиканского, и как бы не баланс будет такой. Ну, тогда будет если никому интересно. Окей. Аааа. 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 И это сделать и hairdos для того чтобы у symptomatic COVID идеи, Angelique. Знаете, я не знаю, время и тем что Mercier. да нет, просто добрым. И вот где-то Teachingswife. Итие3ord美今年 I think that could make possible with the small tendons, and I think civil society can definitely play a role in that. Конечно, вот это делается при помощи небольших инициатив, и, конечно же, роль гражданского общества здесь очень нужна. Спасибо. Последнее слово, Лефёдович. Ну, вообще, последнее слово. Всего следует обвиняемому. А я как-то не готов обвиняемому. Не-не, этого обвинения здесь нет. Не надо оправдаться. Вы сказали, как сказали. Крайнее слово, последнее слово. Хочу поблагодарить, правда, не понятно, что так наметели на Ивана Викторовича. Вам, наверное, понравились его красоты красные. Ярко вызывающе красные. Да. И, значит, первый момент, то, что было важно при обсуждении, это то, что у нас законы и действия технических людей не персонифицированы. Во времена Советского Союза мы всегда говорили, скажем, программа партии словами розовыми. То есть это вообще было правильнее. Когда никого не запрячивать, не ставить фамилии, потому что фамилия, скажем, Солженица могла оказаться более важной, чем фамилия Брежнев. Сейчас точно такая же ситуация. Потому что, в принципе, есть лидеры мнений, есть лидеры кабинетов, есть лидеры этажей, есть лидеры вертикали, горизонтали. Поэтому сломать эту традицию, ну, вообще-то, конечно, попробовать надо. Но это надо делать на собственном примере. Скажем, вот есть платформа бизнеса Владимир Николаевича, есть полуплатформа Бли бизнеса Ивана Викторовича, и есть концептуальная модель развития Гелоруссии как стратегического превращения стратегического объекта в стратегический субъект. А это вообще, так сказать, будет непонятно 99% населения, включая и президента. Это уже третья будет. Поэтому я, в общем, считаю, что каждая мысль изреченная, она должна иметь своего автора. И, безусловно, то, что здесь звучало, показало, что авторы вообще-то могут быть как таковые. А союзы предпринимателей... Ну, у них тоже, между прочим, получается так, что слова народные. Слова народные. И идея, скажем... Чья идея подготовки платформы бизнеса? Кто эту идею выделил? Кто? Кто это сделал? Кто это сделал? Я. Александр Григорий сделал, да? Давайте, давайте, давайте. А скажем, вот изменение пенсионной системы. Кто? Женщина с 78 лет, мужчина с 93. Я это предлагаю. Детей, другие не доживут на пенсии. Поэтому она будет... Пенсионная система будет прозрачнее, дальше нет. Мы с пенсионера будем считать... Поименно. В бюджете будут... Поименно. В бюджете будут... Поименно. Просто скажем, вот молодые юристы. Они могут назвать себя озабоченные юристами. Или мы вообще не юристы. Потому что вы заканчивали университет... БГУ. 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 И там готовят юристы, фегибристы и аферисты. Это одно и то же. В принципе. И вот эти молодые... Я знаю, что нет. ФГБ не готовят уже там, да. Уже всех приготовили. Уже всех приготовили. Там они меняли концепцию, то есть обучиться в одном или в другом, или в месте, или там. И до сих пор не разобрались. Вот. Поэтому я считаю, что да, должна быть модель, там, мнение юридических... Нет, не экспертов зовут. Лидеров. Лидеров правового толка, да? Лидер, лидер, нет? Он стесняется, понимаете? Он где-то прищурит. Как Ленин. Вот. И чем больше у нас разнообразия будет в подходах. Потому что, даже, перед этим вещей Лениным было, программа минимум, программа максимум. Потом все эти программы оказались ненужными. Потому что все делали по максимуму, а получилось по минимуму. Точно так же можно и здесь. Ну, я хочу выразить благодарность. Вы увидели, что есть мыслящие люди, и за двадцать... Сколько там лет? Двадцать пять... Бизнес? За двадцать пять лет их существовало... Можно сказать, существование бизнеса, да? Можно. Можно. Вот. Они еще не утратили способность мысли. С другой крайне редко. И, наверное, надо как-то это отмечать. Вот какой-то знак. Медаль. Выпил. Все, друзья. Спасибо большое. Поехали. 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 Продолжение следует...